Примерно две недели тому назад меня пригласили на одну братскую небольшую такую конференцию. И вот во время этой конференции я делал такой, как бы, ну не доклад, а семинар проводил, три сессии. И во время этой одной из сессий разгорелась такая дискуссия между братьями-пресвятерами. Я был удивлен, это наши братья, современные протестанты, что происходит во время вечеря. И вот эта дискуссия побудила меня к тому, чтобы опять напомнить нам основные истины библейские, которые говорят нам о том, что означает для христиан вечеря Господня. Сегодня мы, как бы, будем говорить один фактически большой пункт, пройдем из этой серии. В будущем мы будем продолжать их, когда у нас будет вечеря. И больше сделаем концентрацию на том, что вечеря это напоминание или же прообраз той Пасхи, которую совершал народ израильский. Вот именно этому сегодня будет посвящена наша проповедь. Почему Христос установил вечерю Господню именно в пасхальный вечер, когда апостолы собрались вот по закону Моисеева, для того, чтобы разделить именно пасхальную трапезу, которая была установлена в Ветхом Завете, примерно 1500 лет до того, как это произошло. Давайте прочитаем Луки, 22 глава, 7 стиха. «Настал же день опресноков, который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иисус Петра, и она сказала, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, «Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовите». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Обратите внимание, несколько раз повторяется, что они собрались для того, чтобы совершить Пасху. «И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху опять, прежде моего страдания, потому что сказываю вам, что уже не буду есть ее Пасху, опять, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу, и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Царствие Божие. И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, это из тела мое, которое за вас предается, это творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, эта чаша есть новый завет, моей крови, которая за вас проливается». Пасха, она была напоминанием евреям о том, что Бог вывел их из египетского рабства. Слово «Пасха» означает прохождение мимо. Полночь, когда Бог должен был вывести свой народ из Египта, Бог послал последнюю казнь по всей египетской земле. И в каждой семье был поражен перворожденный, или же это был сын, или же это было из животного что-то, из скота. Это была последняя десятая казнь. Вот над этим упрямым фараоном и над его народом, они очень жестоко обращались с евреями, они их принуждали к работам, очень изнуряли их этими работами. Более того, они забирали у них детей, всех первенцев, которые рождали у них, и бросали их в реку Нил на сидение крокодилов. То есть, они убивали всех первенцев у них. То есть, фактически, это был геноцид еврейского народа. И Бог делает такие условия для этой казни, очень интересные, обратите внимание на эти условия, что в эту ночь люди должны были собраться с семьей, и они примерно на 10 человек семьи должны были заколать ягненка, то ли это был он из коз, или же из овец мужского рода. И когда они закололи, они должны были взять часть крови, собрать ее в чашу и помазать косяки дверей. Косяки – это вот углы такие, знаете, вот части, которые обшиты. То есть, вот здесь они должны были помазать их. И если Бог проходил мимо этих, увидев эту кровь, то Он проходил мимо. То есть, это казнь проходила мимо. Мы понимаем, что Бог индивидуально не проходил мимо этого, но Он говорит, увижу кровь. Об этом мы отдельно будем говорить в следующей пропаде, если Бог даст, доживем. Но факт, мы должны обратить на это внимание. Вот эта казнь или эта гибель, она миновала членов этой семьи. Вот посмотрите, как написано. Она была знаком для Бога. И исход 12.12. «А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд». Каждая казнь из десяти, она была направлена против определенного египетского божества. То есть, и это тоже было направлено против египетского божества. «Я Господь», он утверждает. То есть, «я единый Бог». «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». Вот это слово «пройду мимо» – это слово «прохождение», «пасха». «И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Теперь смотрите, Бог устанавливает этот день, воспоминание об этом событии, 14 стих. «И да будет вам день этот памятен. И празднуйте в этот день праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное. Празднуйте его». В Библии не написано, но возможно, я предполагаю, что кто-то из египтян тоже поверил этим словам. Возможно это или нет, братья сё? Возможно, мы не знаем, да? Ведь часть египтян или же других каких-то людей, они же тоже вышли с народом Божьим, помните, в пустыню. Мы не знаем, опять-таки я предполагаю. И представьте себе, что кто-то из египтян собрался с семьёй, да? И они взяли, помазали косяки дверей вот в своём доме. Прошёл Бог мимо этих, этого дома или нет? Почему? Потому что они поверили. Принцип, который заключается в Библии. Всякий верующий спасается. Именно тот, который верит Богу. А если бы еврейская семья не восприняли всерьёз то, что они услышали предупреждение от Бога, и не помазали бы косяки дома своего, казнь прошла мимо бы или нет? Нет. То есть даже их нееврейское происхождение, даже их принадлежность к народу, она не спасла бы их от этой казни. Почему? Потому что они не поверили то, что сказал Бог. Бог ставит здесь условия в этой казни, да? Спасение от смерти заключается в том, что в этой семье люди заколят этого агнца. Они увидят его смерть, они его запекут, они его будут есть, они помажут его кровью косяки своих дверей. Потому что это прообраз того будущего агнца Иисуса Христа. И если кто уверует в него и помажет косяки своего сердца, образно говоря, то смерть, она пройдет мимо его. Вечная смерть имеется в виду. И вот Пасха, она была праздником в память о том, что Бог сделал для своего народа. Потому что именно эта казнь, она послужила толчком для того, чтобы фарон наконец-то, в конце концов, согласился отпустить евреев из рабства. И Христос должен был умереть именно на Пасху. Почему? Потому что в нем всякий верующий человек получает освобождение от греховного рабства. Смерть проходит мимо него. Иоанна 3,16 написано, ибо так возлюбил Бог мир, чтобы всякий верующий в него не погиб. Погиб. Мы часто говорим в этом стихе о любви Божией, но забываем, что эта любовь выразилась в том, что каждый человек, которого веровал он, был спасен от смерти. Смерть нависала над каждым из нас. Начальники иудейские, наоборот, и просвященники, они хотели, чтобы убить Христа, но только не в праздник, ни в коем случае, чтобы не было возмущения в народе. Условием освобождения из египетского рабства была вера, вера в то, что сказал Бог. А вот уже знаменем или знаком этого освобождения был заклонный агнец, его смерть, его кровь на дверях. Когда Иисус совершает пасхальный вечер с учениками, то в этот вечер он указывает на себя, как на агнца. Христос присутствует там, и он указывает на себя, как на агнца, который берет на себя грех всего мира. Помните, так сказал о нем Иоанн, да, Евангелие Иоанна, первая глава, 29 стих, во время крещения он сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Христос об этом говорит ученикам своим, Луки 22,19. И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, это из тела мое, которое что? Что с ним произойдет с этим телом? Оно за вас предается. Это творите мое воспоминание. Вот это греческое слово предается, да, только греческое, как его перевели на русский язык. Да, оно встречается вот в этом золотом стихе Евангелия, Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он что сделал? Он отдал, Он предал его. Предал в руки, отдал на жертву. Это то же самое греческое слово. И Христос говорит, тело мое, оно предается, оно отдается в жертву, за вас оно предается. Не просто, просто так. Нет, Бог это делает конкретно с определенной целью, чтобы всякий верующий в эту жертву, он был спасен. И тело Христа, оно не просто предается само собою, Бог отдает своего единородного сына на жертву, на смерть. Ради нашего спасения. Христос говорит, тело его предается за вас. Поэтому нам, христианам, необходимо вспоминать об этой жертве. В связи с этими словами Христа во время вечери, как я уже говорил, возникло очень много толков и много очень толкований. Часто очень... Они уводили христиана от истинного значения вечери Господней, придавая значение таинственного, мистического какого-то ритуала. Вообще очень важно помнить момент, на который надо обратить внимание. Служителям очень легко, в какой-то мере, как бы это сказать, помочь быть духовными людям, которые слушают их. Помочь, я говорю в кавычках. Если они начинают использовать какие-то методы одухотворения, опять в кавычках, которые не являются библейскими. То есть, человек начинает выходить и начинает говорить, братья, сестры, это великая святыня, чтобы ни одна крошка не упала, чтобы ни одна капелька нигде не капнула. Мы не говорим о том, что к вечере нужно относиться несерьезно. К ней нужно относиться серьезно, к ней нужно относиться благоговейно. И мне не нравится, иногда я приходил в американскую церковь, как проводят там, знаете, вечером, шуточками, вечерю Господнюю. Она не должна так приходить. Но не нужно нагонять туман какой-то мистики или таинства, которого не происходит во время вечеря. Что происходит в этом случае? Христианин, который не следит за состоянием своего сердца, он пытается одухотворить себя или же подтянуть свое духовное состояние за счет вот этих обрядов. Он, естественно, старается полностью в этот день, знаете, именно в этот день. Он перед этим днем попросит у всех прощения, в течение месяца он забывает об этом, а перед этим днем, да, он как же вечеря будет? Будет же вечеря. Нужно попросить прощения, нужно уладить все дела. А в течение месяца разве не нужно? Я помню, как однажды я проповедовал и выпил воды. Я даже не знал, что это является грехом выпить воды перед вечерей, да. А вот у нас в деревне перед вечерей воду никто не пил и никто не ел. Вы понимаете? То есть создается такая, как бы, атмосфера такого мистического обряда, которое мы, сами не сознавая этого, привели из католичества и православия. Хотя вечеря Господня имеет видимые знаки, их цель привести нас ко Христу, напомнить о Нем, а не сосредотачиваться на этих символах Его жертвы. Мы смотрим на эти знаки, но помнить должны Христа и не думать, что происходит с этим хлебом или с этим вином. Что происходит с нашими сердцами? Вот главный вопрос, который мы должны задавать во время вечеря. Аминь. Что же означают слова «Это есть тело Мое», вокруг которых так много происходит дискуссий? Марка 14, 22 тоже. Марк подтверждает эти слова, которые произнес Христос. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал «Примите, едите, это есть тело Мое». Эти слова Христа, как я сказал перед страданием, вызвали очень много толкований и разногласий среди христиан. Безусловно, хлеб во время вечерей Господней не мог быть буквальным телом Христа. Почему? Потому что он сам в теле там был. Хлеб символически указывал на жертву, которая совершится на Голгофе. Например, Христос в одной притче говорит «Семя есть Слово Божие». Теперь, является ли семя, которое бросает сеятель на поле Словом Божиим? Нет. То есть, это прообраз того, как семя Слово Божие действует на сердце человека. Когда Христос говорил с Иудемией о своей предстоящей жертве, они не поняли этих слов. Откроете Евангелие Иоанна, 6 глава, 51 стих. «Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Опять он говорит «плоть, я отдам ее за жизнь мира». Тогда иудеи, вы думаете, протестанты? Нет. Иудеи уже тогда стали между собой спорить. Тогда иудеи стали спорить между собой. Как Он может дать нам есть плоть свою? Посмотрите, Христос прямо говорит, что свою плоть, не этот хлеб, а свою плоть, Он отдаст за жизнь мира. Эти слова указывают на Его искупительную жертву. И тот, кто верой будет принимать эту жертву, будет жить вовек. Если мы будем есть этот хлеб, каким бы он ни был, даже если над ним помолятся римские папа, Он не даст нам вечную жизнь, братья и сестры. Но тот, кто будет веровать во Христа и будет иметь живую веру, тот будет жить вовек. Точно так же, как евреи съедали мясо жертвы на ягненка на Пасху. И они должны были доесть весь хлеб, который приготовили опресники, так утверждали раввины. Точно так же, верующие христиане, они будут есть хлеб во время преломления воспоминания смерти Христа на Голгофе, на кресте. Не только иудеи, но даже многие ученики, которые были со Христом, они не поняли, о чем он говорит. Более того, они стали возмущаться и роптать на Христа. Посмотрите дальше, 6 глава, 60 стих. Многие из учеников его, слыша, то говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропчут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если увидите сына человеческого, восходящего туда, где он был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Что произошло после этой беседы? Среди учеников. Многие, написано, отошли от него. Посмотрите, 66 стих, здесь в этой же главе говорит, что многие отошли, и написано, уже не ходили с ним. То есть они больше не ассоциировали себя со Христом. И в это трудное время, когда апостолы остались в меньшинстве, Петр провозглашает Христа Сыном Божьим. Он говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни, поэтому ни я, ни другие апостолы, мы не собираемся никуда уходить от тебя, следуя за этой маловерной толпой. Реакция на слова Христа, о его предстоящей жертве, будьте внимательны на эти слова, обратите внимание, и о ее значении была индикатором внутреннего состояния людей. Еще раз повторяю, реакция людей на слова Христа, о его предстоящей жертве, она была индикатором, или лакмусовой бумажкой есть, по-русски говоря, которая определяла состояние сердец людей. Вера многих его последователей, она не была реальной. Они не могли и не хотели понимать его слова. Они не хотели их принимать, не хотели понимать слова о его предстоящих страданиях. Поэтому же они сразу отошли от него. Христос подчеркивает, что его слова, вот эти слова о его плоти, и его слова о его страданиях, его крови, они не имеют буквально, а духовный смысл. Они суть дух и жизнь, он говорит. Невозможно во время вечери буквально есть тело или же пить его кровь, но необходимо уверовать и жить Христом. При этом он указывает, что принят эту истину плотским разумом невозможно. 63 стих. Плоть не пользует немало. То есть невозможно получить веру во Христа путем логических рассуждений или же усилиями человеческого ума. Для этого необходимо божественное вмешательство Святого Духа. Только Дух Божий животворит. Буквально это слово означает оживляет. Он делает мертвый человеческий дух живым для Бога. Только Дух Святой способен пробуждать сердце человека. Только Он способен принести настоящую жизнь и понимание этих истин. Здесь употребляется греческое слово с корнем жизни. Зоя греческая. И это слово использует апостол Павел говоря о нашем духовном возрождении. Римлянам 8.11 Если же Дух Того Кто воскресил из мертвых Иисуса живет в вас то воскресивший Христа из мертвых что сделает? Оживит и ваши смертные тела Духом своим живущим в нем. Речь идет о будущем воскресении. Здесь речь идет о телах. 1 Коринфянам 15.22 Как в Адаме все умирают так во Христе все оживут. Так и написано Первый человек Адам стал душою живущей а последний Адам есть кто? Он Дух животворящий. То есть все верующие во Христа они оживут они оживут в будущем в новых телах и они оживают в этой жизни. Христос апостол Павел говорит в послании Ефесянам вы были мертвы во грехах. Но Бог что сделал? Он оживил нас во Христе. Он воскресил нас вместе со Христом. То что не выполнил первый Адам выполнил второй Адам то есть Христос Он есть Дух животворящий. Почему? Потому что посредством Духа Святого которого Он обещал послать ученикам Он пробуждает людей от духовной смерти и пробуждает их к жизни к вечной жизни и Он воскресит всех верующих в него в новых телах во время своего второго пришествия. Они преобразятся. Да? Евреи должны были разделить ягненка в семьях и съесть его в ту же ночь. Они делали это воспоминание освобождения от рабства. Мы преломляем хлеб, братья и сестры, раз в месяц. Воспоминание освобождения от нашего греховного рабства. Смерть прошла мимо нас. Прошло немного времени буквально. Римско-католическая церковь ввела такой догмат, который называется преосуществление. Преосуществление хлеба и вина во время вечери Господней. Это произошло на 4-м латеранском соборе в 1215 году. Они утверждали, что после слов священника это есть тело мое в православной церкви после молитвы священника хлеб таинственным образом превращается в настоящее тело Христа. Вино превращается в кровь Иисуса Христа. Таким образом христиане вкушая их получают самого Христа и средства благодати, которые поддерживают их веру. Вот поэтому в этих церквах очень часто проводят причастие. Я жил в свое время в Родаленте, мы жили в свое время в Родаленте, там очень много католиков. В воскресенье там начинаются мессы. Рано утром уже. В 6 утра, в 7 утра, в 8 утра, в 9 утра одна за одной. Для чего люди идут туда в воскресенье на это служение? Для того, чтобы причаститься. Почему? Потому что они верят через это причащение, они получат что-то. Они спасаются. Их веру они таким образом поддерживают. Поэтому они приходят, причастились, развернулись и ушли. Помните, я слышал интересную историю, прочитал ее в газете в Чикаго, там тоже много католиков, там поляков много очень католиков. И священники, обеспокоенные таким состоянием своей паствы, которые приходят и уходят сразу же, написали объявление. Кровь Иисуса Христа и тело Иисуса Христа, они остаются еще телом и кровью 15 минут после служения. То есть не торопитесь уходить. Доходит до курьезов, к сожалению. Поэтому многие католики и многие православные приходят в воскресение в церковь причаститься. Почему? Они верят, что через это они получают спасение. И поэтому они утверждают, что 7 таинств, которые они имеют, 7 таинств, это таинство крещения, таинство миропомазания, таинство Евхаристии, таинство бракосочетания, таинство священно, священство и таинство покаяния, они чрезвычайно важны и необходимы для спасения человека. Протестанты признают только два таинства, вечерю Господнюю и крещение. Я бы не называл их даже таинствами. Это публичное исповедание своей верности и принадлежности Христу. Что происходит во время крещения? Спасается ли человек путем крещения? Нет. Он свидетельствует о том, что он уже спасен и он публично перед другими исповедует свою веру. Посмотрите, что произошло в доме темничного стража, который встретился с Павлом, который был его узником. Он поверил в него и в этот же день он крестился. В этот же день он крестился. То есть это было его исповедание того, что он теперь спасенный человек. Понятное дело, ему предстояло еще долгий путь для того, чтобы учить его, для того, чтобы он возрастал в вере. Но этим самым он исповедал, что Христос является моим спасителем. Помните, что случилось с Евнухом, который торопился по пути, которому проповедовал Евангелие один из деканов, встретил его на этой пустынной дороге, когда он сказал о том, что же препятствует мне, я поверил во Христа, я хочу креститься, я хочу исповедать перед ним свою веру. Он говорит, вот вода, что препятствует, давай, если веруешь от всего сердца, ты можешь креститься. Во время крещения не происходит ничего таинственного. человек публично и сознательно признает Христа своим спасителем. Он провозглашает свою живую веру в Христа как своего спасителя. Во время вечери каждый христианин провозглашает жертву Христа единственным средством своего спасения. Я подчеркиваю, единственным средством своего спасения. Избавлением его от греховного рабства. Спасение от вечной погибли. Вот что происходит во время вечеря, братья и сестры. Мы провозглашаем, что Христос является моим спасителем. Мы поклоняемся Богу. Мы преклоняемся пред его жертвой. Эти видимые знаки только напоминают нам о том, что это было совершено. В самих же этих знаках ничего таинственного не происходит. Опять таки, автоматическое участие вечерей Господней ничего не дает христианину. Помните, мы говорили с вами, что если во время Пасхи еврейская семья не помазала косяки своих дверей, то возможно, мы предполагаем, если была такая семья, то конечно бы кто-то там погиб. Почему? Они не поверили. То есть, если мы без веры, без внутреннего трепета пред Богом приходим к вечере Господнем, мы ничего не получаем от этого. Абсолютно. И апостол Павел предупреждает об этом, чтобы каждый христианин испытывал свое сердце, проверял себя, для того, чтобы он мог понимать, что происходит в моем сердце, как я отношусь к жертве Иисуса Христа. Я не должен быть равнодушным к этому. Я не должен просто так, знаете, с какими-то шуточками или с каким-то таким пренебрежением относиться к этому. Я должен проверять свою веру. Я должен проверять состояние своего сердца. Вся суть вечере в смирении человека, в его вере, в исповедании его грехов, в его раскаянии. Ведь жертва Христа была совершена за наше беззаконие. Сердце христианина должно наполнять вот это сокрушение за свои грехи и благодарность за их прощение, которое он получает через Христа. немножко истории о том, как развивалось это вот вот эти комментарии или толкование или же движение богословия. Реформатор Мартин Лютер. Все реформаторы, они отвергали догму о преосуществлении. Однако реформатор Лютер считал, что Христос все-таки каким-то образом присутствует в этих дарах. Другой реформатор Цвингли он считал, что слова Христа это из тела мое, они являются метафорой. Почему? Потому что Христос говорил о себе, он есть истинная виноградная лоза. Он говорил, я есть свет миру. Он говорил, я есть дверь для овец. Или же, я есть пастырь добрый. Христос никогда не был пастырем овец. Помните, кем он был по профессии от своего приемного отца Иосифа? Он был деревянных дел мастером. Скорее всего столером. Хотя некоторые предполагают, что это было слово, которое переводится на русский язык как плодник. Оно могло означать на все руки мастер, то есть мастеровой человек. Поэтому слова Христа во время вечерей это есть тело мое и кров моя. Нельзя понимать дословно. Так понимает сегодня большинство евангельских церквей, как понимал Цвингли. Кальвин придерживался средней позиции между Лютером и Цвингли. В 1529 году Лютер и Цвингли встретились на диспуте в замке города Марбурга, принадлежащем протестантскому ленд-графу Филиппу Гессенскому. Они согласились на 14 из 15 пунктов реформации по богословию реформации. Но они так и не согласились по одному пункту в отношении слов Христа. Это есть тело мое во время вечерей. Лютер утверждал, что Христос каким-то образом все-таки присутствует Евхаристии. Цвингли говорил, что Христос уже присутствует в сердцах верующих людей. Он присутствует в них Духом Святым, потому что Он обещал об этом. Поэтому нет нужды присутствовать Христу опять невидимым образом, потому что Он уже здесь есть. Поэтому даже когда мы молимся Господи приди к нам это неправильно, потому что Бог уже здесь братья и сестры. Он уже в наших сердцах. Кроме того Христос всегда с нами. Интересно, что после этого было сделано заявление такое совместное заявление вот этих двух сторон. И хотя мы не достигли согласия в вопросе о том, присутствует ли истинное тело и кровь Христовы в хлебе и вине, тем не менее каждая сторона должна проявлять другой такую христианскую любовь, на какую способно ее сознание. Непрестанно молясь всемогущему Богу, чтобы Его Дух утвердил нас в правильном понимании этого вопроса. Братья и сестры, это уже совершенно другой подход. Евангельский подход. Он полностью отличался от жестоких методов, которые использовала римско-католическая церковь по отношению к инакомыслию, используя инквизицию, пытки и смерть других людей. Библия говорит, что Христос однажды принял человеческую плоть, то есть тело, в этом теле была реальная кровь, и что однажды Он принес совершенную и окончательную жертву на кресте. Поэтому Ему нет необходимости покидать свой престол, когда Он сидит одесную Бога на небе, чтобы опять и опять превращаться в хлеб и вино для того, чтобы укреплять веру христиан. Посмотрите, что пишет автор послания евреям 7,26, 7 глава, 26 стих. Таковы должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Почему? Потому что Он совершил это однажды, давайте повторимся вместе, однажды, принеся в жертву себя самого. Христу нет необходимости опять и опять превращаться в хлеб и вино. Он однажды сделал эту жертву, как пасхальный агнец. Евреям 9,11. Но Христос, перосвященник будущих благ, придя с большую совершеннейшую скинью, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел какое, братья и сестры, вечное искупление. Еще одно место из послания евреям, 9 глава, 24 стих. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, обратите внимание, приносить себя. Как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвы своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. Аминь. Итак, важным знаком во время вечери был Агнец, и Христос указывает на себя, как на пасхального Агнеца. То есть фактически все жертвы, которые были приносимы в Ветхом Завете, они были несовершенными. Они указывали на жертву Христа, как на единственную совершенную, потому что если бы они могли удовлетворить справедливость Бога, то не было бы необходимости их приносить каждодневно и ежегодно за весь народ. Евреям опять в послании 10 глава 4 стих. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в этот мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, тело Агнца, человеческое тело, всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Почему? Они не могут удовлетворить Божию справедливость. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию, сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе. По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Вы обратили внимание, сколько автор послания евреям подчеркивает эту мысль? Почему? Потому что евреи тоже были увлечены обрядностью, ритуальностью. Они прятались за ней, за этой ритуальностью. Вы знаете, номинальному христианину очень легко спрятаться тоже за этой какой-то обрядностью, за какими-то ритуалами, не обнаруживая истинное состояние своего сердца. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут устребить грехов. Он же, то есть Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесною Бога. Братья и сестры, почему Христос воссел одесною Бога? Потому что Он победитель. Он совершил, Он завершил спасение. Помните, мы говорили о том, что первосвященник не мог сесть в скинии, там не было стульев. А Христос воссел одесною Бога, потому что Он завершил вот это принешение. Ожидая затем, доколе враги Его будут положены подножие ног Его, ибо Он одним приношением, которое не нужно повторять больше, только вспоминать о Нем необходимо, с благодарностью и преклонением, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемость. Мы уже освящены, братья и сестры, однажды единократным принесением тела Христа. И вечеря Господня, которую мы сегодня будем совершать, она является напоминанием об этом избавлении, напоминанием об этой жертве. Наш человеческий ум, он способен многое забывать, поэтому нам необходимо напоминание об этом, нам необходимо возобновлять вот эту мысль, все время возвращать наши взоры к Богу. И это нужно делать не только один раз в месяц, это нужно делать каждый день, но вечеря Господня напоминание конкретно о Христе, который совершил за нас это избавление. При этом очень важно помнить, сметь Христа, она не была случайностью, он не стал жертвой какого-то заговора, нет. Помните, что делали евреи, когда приготовили ягненка? Они должны были взять его, привезти в семью, какое-то время он был с ними, по-моему, семь дней, он был с ними после этого члены семьи, они видели, как заколался этот ягненок, как он приготовился, потом они должны были съесть его. Точно так же жертва Христа, она была приготовлена, братья и сестры, когда? прежде создания мира, она была приготовлена. У Бога был план нашего спасения, но мы со своей стороны должны приготовить свои сердца для того, чтобы вспоминать вот эту жертву, которую он совершил, чтобы наше участие ни в коем случае не было автоматическим, понимая, что в этой вечере не происходит чего-то таинственного, мы в то же время должны наполняться внутренним страхом и благоговением пред этой жертвой, почтением к Богу. Итак, Христос во время совершения пасхального ужина дает своим ученикам заповедь, что они впредь не совершали Пасху воспоминания освобождения от египетского рабства. Почему? Потому что апостол Павел восклицает, ибо Пасха наша Христос что? Заклан за нас. Вот этот агнец, братья и сестры. И хлеб, и вино, которое сегодня мы будем принимать, это символ этого агнца, который был заклан за нас для того, чтобы смерть, грех, который он уничтожил, пригвоздил ко Христу, который еще действует в нашей жизни, но который не имеет власти над нами. Раз и однажды он был уничтожен, он был пригвожден, чтобы мы получили вакцину против него. Поэтому мы совершаем сегодня вечерю воспоминания его страдания. Мы вспоминаем его крестную казнь, мы вспоминаем его жертву, мы вспоминаем его приход в этот мир. Поэтому когда мы говорим это творите, Христос сказал, это творите мои воспоминания, это говорится о том, что каждый христианин, он должен вспомнить, насколько высока была та цена искупления Христом. Аминь. Что нам остается сделать, братья и сестры? Нам нужно склониться пред Богом и благодарить Его, благодарить за то, что Он наш Спаситель. Задумайтесь над фактом, кто бы из нас решился умереть за кого-то из нас здесь даже сидящим. Вот просто пойти и отдать свою жизнь. Более того, Библия говорит, что Христос умер в определенное время за кого? За праведников? За нечестивых. Бог доказывает к нам свою любовь, что Христос в определенное время умер когда? Когда мы были еще грешниками? Римлянам 5 глава 8 стих. Когда мы были еще грешниками? Он уже видел нас, полюбил нас и умер за нас. Вот что происходит во время вечери. Наше воспоминание его жертвы, преклонение перед ним, осознание своей греховности и радость и благодарность того, что мы избавлены от этого греховного рабства раз и навсегда. И Христу да будет за это слава. Аминь. Давайте помолимся в коротких молитвах поблагодарим Христа. христа христа. Христа